всем привет канал в поисках клада золота и сокровищ от викинга значит он копаю в глухой чащобе такие вот 200 300 летние сосны огромнейшие просто и что сейчас есть такая ямочка у меня значит что интересно вот такой выкопал смотрите кусочек вот такой вот вот такой вот он и что интересно что он у нас звенит ну что будет прям в эфире смотри что тут у нас самому интересно а вдруг золотишко ребятушки сейчас нет все-таки здесь круглит в крупник потихонечку разламываем заглядываем что там так упала надеюсь что здесь да здесь ребятушки смотрите какая красота сейчас надеюсь с вами видно будет так сейчас этот да прям сейчас так нас вот станут на свет чтобы получше видно видно отпечаток стану здесь на солнышко вам показать прошел хороший такой ливень отлично сигналы идут не все показываю потому что комары просто зажирают сегодня вышел сам прям отпечаток какой-то как трава какая-то странно прям так а ну ка не знаю как так наверно получше будет да точно вот прям отпечаток в этом комке так это опять копеек одна тысяча девятьсот пятьдесятого года всех прошу говорить как я полностью год потому что человеку непонятно сказать десятый сна надеюсь вам видно стоять на пятачок зачетники пятачок с этой стороны ну да не походу ультки качество сохрана точнее песочный лесной даже не буду тереть его поэтому давайте не переключаемся это же канал виклинг в поисках сокровищ золота от виклина давайте кто впервые нашем канале ставим лайки подписываемся на колокольчик ни в коем случае не переключаемся потому что это реально круто ребята посмотрим еще может то есть возможно еще монета сейчас этот пятак убираю в сторонку сейчас проверим еще может быть что то есть еще что-то быть кошелечек или какую-нибудь золотишко еще тут вместе с ним потеряно сейчас посмотрим так жили не наверное нет ребята к сожалению похоже что сейчас на всякий случай еще скопаюсь капельку мало ли может быть все таки что-то еще есть хотелось бы еще хотела мне 50 100 таких ну что редкий вот какой-то бы попался жира так что-то похоже что здесь все но все-таки не громко хочу сказать золото золото виклинах виклинах подписываемся лайки прям дальше не переключаемся все только начинается будет неимоверно круто и интерес всем привет это канал виклинах сегодня очень жарко работаем на нашем любимом озере красиво классная такая водичка вытащили уже вот таких вот раз кирпич 2 вот такой бетонный огромный камень здесь он с гранитом 2 это будем забирать в и 3 вот такой вот такой какой-то знаю тоже тяжеленный это очень похоже на природный здесь дело то что он как даже не знаю может помыть давайте вам пока помою покажу это вытащил его сейчас из воды он мешал нашим нашим нашему магнит досывать находки сейчас покажу так он выглядит да природный камень если те 21 кирпич другой бетон ты на этот очень похож на природный кто сейчас очень интересно камешек вот такой вот он здесь необычного цвета а кстати вот глаз сейчас увидел вообще хай-тек здесь на нем изображена ракушка вот отпечаток сейчас покажу вам все-таки не зря его помыл поставлю такого отпечаталась ракушка то есть да это именно реально старинный какой-то пару миллиардов лет может быть три может быть пять вот она приближение не знаю видно не видно но его однозначно заберу и если будет какие-то вопросы там уже дома покажу класс класс что помыл не зря его достал нам все это мешало так очень большой лежит мы его не забираем 1 2 но темы почему забрали что здесь люди купаются чтобы они не поранились и мы долго работали наконец-то нашли вот такой супер мега крутой артефакт когда доставали сняли на другой гаджет я забрасывал но дело не здесь не в этом дело в том что я знаю что это много времени не ушло на то чтобы понять сразу понял это фрагмент от немецкого ящика из-под снарядов но здесь частично разорван здесь прошла получается по касательной осколок здесь 4 бронзовых заклепки почему я знаю что это немец вот они пока сейчас покажу раз-два вот так надеюсь будет видно очень сильно солнце отсвечивает тяжело понять что вы видите или не видите и вот здесь еще две они получатся три вот здесь еще есть объекты я сейчас заброшу посмотрим что удастся достать может достаем вот пустой магнитик мы достаем уже наверное сегодня полдня пытаемся достать здесь много будем надувать лодку там где-то 5-6 метров отсюда с берега просто большая глубина магнит реально за что-то цепляется он тянет но вытащить не может вот прямо сейчас вот веревка в натяжку пошла я его прямо сейчас прямо сейчас его реально цепляю но не получается его вытащить потихонечку не получается да хоть потихоньку хоть быстро его вытаскиваешь он не вытаскивается получается но дело не в этом дело в том что он здесь лежит их здесь несколько вот опять сейчас цепанул второй объект здесь несколько все заброшу туда тоже на там с левой стороны тоже лежат крупный объект сейчас буду забрасывать так сейчас смотрим я всегда оптимист и пока мы с ним достану магнит никогда никому не говорю что там на нем ничего нет да сейчас могу сказать на нем ничего нет он пустой есть нас либо каких-то маленьких таких окалинок но может быть метеорит . мелкий так забрасываю сейчас под другим углом вот туда вот так есть забросил сейчас вот опять пошло в натяжку нужно что-то очень крупная это очень крупные находки сейчас належат будем потом тогда отдельно приезжать с лодкой уже будем доставать с лодки нужна маска трубка ласты будем заныривать и доставать потому что так да и там тоже что то есть очень много разных объектов вода просто очень холодно после ураганов после дождей сейчас посмотрим вообще 0 именно zero ну ничего страшного закидываем дальше так мы работаем постоянно просто мы не всегда показываем как много мы забрасываем что достать сейчас вам немножко попоказываем чтобы понимали что находки они раз забросил сразу достал нет такое не бывает что каждый раз там ты бывает конечно там бывает такой фортовый день что-то забросил там разбрасывать забрасывать забрасывать тысячи забросов на самом деле чтобы что-то достать этого стоит что очень интересно потому что там реально находок очень много я их это вытаскиваю реально слушаю как они вот магнитик раз раз а вот о есть смотрите наконец-то вот я сколько забрасывал 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 ничего вообще не было теперь на тебе раз такой артефакт да это смешно звучит что такой находку достал но дело в том что кто-то слава богу теперь не пробьет ногу и мы эту проволоку увезем может быть завтра вам с этой проволоки когда мы сдадим сделаю это не знаю там ложку вилку любую арматурину очень хватит я сделаю паузу просто мне реально тяжело и снимать и показывать снимать иметь сюда находку поэтому вот такая классная зачетная находим к находочка ставьте лайки подписывайтесь на канал сейчас ставлю паузу буду дальше вам показывать так забрасываю дальше вот ничего нет никаких артефактов буду показывать дальше что можно найти так угол поменял тоже опять что крупные объекты они очень нас тяжело даются дам такой коротенький обзорчик так опять что то есть крупная там на глубине вот бульбы шампанс когда его тащу магнитик свой поисковый много всего но находок так покажу самое главное ребята кто нас начинает заниматься поиском с поисковым магнитом это не падает духом это самое главное я вам скучно только напор именно ты когда ты работаешь 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 забросили забросили дает результат а другому никак так это кладку мы дает оклад класс я сейчас покажу своим друзьям ребятушки смотрите это реальная залепуха вот только что и выкопал я как будто бы стоял на лопате поэтому не было времени снимать и показывать а сейчас самое интересное получается вот тут идет желтый песок а внутри черный когда закапывали получается я вот так числяху буду раскапывать потихонечку хочется когда закапывали был другой грунт вот они монеты эти лежат здесь так буду сюда стороночку сейчас сейчас посмотрим что это это у нас капец руки трусятся такой шикарный клад так 3 копейки тысячу сейчас не вижу сейчас так как потаскать вам вот тысячу сейчас поближе посмотрю тысячу восемьсот если честно не могу рассмотреть ладно будем откладывать сторонку вот так что будем откладывать Андрей Александрович я предлагаю потихонечку доставать и потом сделаем обзор сейчас подожди я хочу просто подожди сейчас сейчас смотри большие какие а это ты знаешь надо мыть не видно сейчас ну давай просто реально не видно сейчас может прибор пока выводим сейчас прибор выключим сейчас буду дальше разревать потихонечку сейчас да прибор сейчас пока мы все выключим чтоб он не мешался нам а потом конечно его будем включать все равно так сейчас сейчас это все вытаскиваем потихонечку сюда о кумы тут глянь серебро пошло отлично смотрю так сейчас удаложим смотри глянь смотри серебришка пошло серебришка я люблю так это у нас сейчас посмотрим так будет мыть конечно двадцать копеек двадцать копеек двадцать копеек двадцать копеек не могу даже сказать не видно если честно сейчас и вот они идут дальше сейчас вот прям смотри вот это можно будет вот увидеть это сейчас это сколько у нас тут сейчас посмотрим ага это все на какой-то старинный момент 1800 значит под дождем 1911 есть идем дальше сколько их тут да пару тысяч есть я просто вижу по объему несколько тысяч мне вот опять серебро пошло смотри видишь сверху лежит прям да видишь так сюда да несколько я уже вижу просто по объему здесь несколько тысяч монет вот еще серебро смотри прямо на поверхности ямы этой так это у нас 10 копеек тысяча 909 если не ошибаюсь вот так 909 похоже монет реально очень много я буду руками чтобы чтобы не повредить вот так туда так туда так сейчас помогу тебе помоги пожалуйста сейчас на паузе можно можно так так я сейчас тоже сейчас тоже поставлю поводу что дождем заливает камеру сейчас будем дальше снимать часть карты выполненной на пластине это первое и экстрасенс помогла нам ее разгадать второе совсем недавно когда мы работали с поисковым прибором мы обнаружили серебряную пулю снайпер пытался убить этого фашистского генерала оборотня и это только начало страшной истории 300 килограмм золота не меньше 300 килограмм золота он спрятал в одном бункере это отдельное видео будете тоже его смотреть что я вам хочу сказать ни в коем случае не переключайтесь досмотрите до конца неимоверные артефакты которые были обнаружены первое второе если вы только зашли к нам на канал есть колокольчик подписывайтесь будете получать все самые крутые новости они идут каждый день о наших неимоверных находках артефактах и супер исследованиях второе обязательно подписывайтесь ребята вы нас мотивируете вы наши друзья и нам нужна ваша помощь третье не забывайте переводить нам деньги потому что все эти бесценнейшие артефакты мы передаем в музее подписываемся ставим лайки все не в дахе ставим дизлайки не забывайте виклинг это реально сенсации прям вперед всем привет как всегда канал виклинг наша дорогая подкова что она вам желает конечно же успеха и удачи мы и как всегда нашу дорогую любимую целуем уже есть по поводу подковы тоже говорят что она поддельная фальшивка с глины сделано я покажу это гвозди которые загнуты которые были в ножке у лошади вот они пожалуйста кто эксперт прекрасно понимает это никакая не глина но это все мелочи самое главное что сегодня мы идем дальше в очередной раз вам показывать классные приключения поезд на канале виклинг мы не по прошайке но говорим подписывайтесь ставьте на пальчики вверх это нас реально мотивирует потому что сегодня жара выше 40 градусов а мы работаем и надеемся на классный успех так давайте головок нам здесь был старинный мост здесь работать значит у местных узнали где-то 200 лет ходился поэтому рассчитываем на интересные артефакты всем привет работаем сегодня по сенсационной карте фашистского генерала очень много критики идет в адрес нашей карты я вам скажу честно сегодня если вы досмотрите до конца наше видео я раскрою несколько секретов это будет очень интересно карта реальная она что самое в не интересное в том что она зашифрована символами тамплиеров если бы я не имел исторического не учился на историка не министрического образования не интересовался тамплиерами наверное мы бы не смогли разгадать эту тайну но благодаря работе опыту смогли разобраться понять и уже нашли больше двух десятков артефактов этого генерала который он грабил и прятал почему это дело это будет отдельная отдельные фильмы отдельная классная очень интересная история история поэтому самое главное не переключайтесь смотрите канал викинг сегодня будет очень классные интересные приключения мы вам мы здесь уже работаем справа работали на часов 5-6 сейчас перешли сюда потому что ошиблись немножко по координатам потом мы покажем многие спрашивают как вы работаете как вы находите у нас фашистские карты у нас gps навигаторы мы вам все это будет показывать самое главное задавайте вопросы чтобы вам это было интересно мы не хотим загружать реально вас не нужна информация поэтому сейчас мы что делаем сейчас мы забрасываем наш магнит и смотрим что мы сейчас найдем а магнит всплыл все в порядке а у натяжка серьезно что была крупная ты знаешь о чем дело что был андрей александрович начать сила я когда нет я когда узнаешь сделал упор такой на себя сейчас посмотрим но мне кажется все таки я уверен что скорее всего не могу ошибаться конечно а можно в это да смотри соскочила смотри на видишь вот там лежит такой старинный какой-то объект вот мы от него кусочек оторвали он очень ржавый сейчас будем дальше забрасывать стараться его вытащить а ты визуально уже заведут да давай давай сюда прям постараюсь вот так вот прям на него видишь вот так раз сейчас у нас подписчики спрашивают какой магнит лучше купить сколько килограмм для начинающих что вы посоветовали я честно скажу знаю что сильно крупные объекты это очень много на них уже тратить силы наша команда предпочтение таким вот небольшим магнитом потому что все что лежит мы это достанем но сейчас все же ничего нет даже не метеорита ничего но будем забрасывать поэтому рекомендация такая под разный поиск в зависимости от того что вы хотите вытащить мы допустим занимаемся поиском небольших артефактов если мы видим что там что крупное мы просто залазим это достаем поэтому а вот мне кажется как раз в этом в этом месте а вот допустим вот этот объект который мы только что цепляли большой если бы магнит был более мощный мы бы его достали или это не факт ну понимаешь просто можно достать ну допустим 600 килограмм магнита достает им разные 400 как бы тут вопрос в том что мы бы позанимались просто мы бы это делали дольше это бы просто возможно было бы неинтересно понимаешь никому поэтому я считаю что допустим лучше лучше забрасывать и искать такие артефакты которые знаешь там ну грубо же до 100 килограмм это кто занимается там больше за поиском металлолома да металлоломщики то есть им конечно больше интересно там вытаскивать именно металлолом а вот например если магнит мощный это и маленький объект это повышает вероятность конечно повышает тогда может быть нужно рекомендовать пользоваться самым большим магнитом или это просто реально сложно ну просто во первых вот посмотри если это видно на меня на мое лицо допустим я немножечко потный мягко выражаясь когда мы будем забрасывать 600 килограммовый магнит который берет вытаскивает там 600 килограмм допустим это будет в разы тяжелее поэтому я допустим рекомендую что начинать нужно опять ничего вот с таких небольших магнитов поисковых некоторых обрезают вот здесь обрезают вот так чтобы не угол был лучше когда по дну идет я допустим считаю что артефакт мы его реально достанем просто вопрос скажем так насколько ты готов забрасывать насколько ты готов работать это все философия больше на самом деле я предлагаю реально иметь в запасе два три магнита если у вас есть два три магнита вы можете есть какой-то объект да интересный раз бросили и потихонечку потихонечку достаете и тогда вот кстати вот я тащил цеплялась может быть 5-6 объектов понимаешь слышишь а что то есть а ну-ка дай-ка поближе а вот смотри видишь смотри вижу 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 подожди подай давай сниму для зрителей просто а есть есть снимаю даже себе подожди это что кошель это странный такой объект ничего себе кожаный а ну-ка давай давай сейчас снимаю это конечно кошельки редко попадаются ну вообще-то первый раз нам попадается кошелек так денег нет к сожалению ага смотрите были фотографии ни хренаж себе здесь фотографии получается ты знаешь мне кажется это знаешь это похоже это кожи это похоже фашистский кошель он просто пустой к сожалению посмотри отсеки прям глянь посмотри видишь они прям а походкам что видно там вообще какие-то изображения не размытые или что-то ничего не вижу если честно да потом будем разбираться так сейчас 1 не хренаж себе подожди что что это золото я понимаю себе сейчас подожди то реально золото все смотри посмотрю пломбу капец он давай промоем посмотрим это подожди это капец это фашист подожди это фашисты тебе покажу и вот VIA весь здесь вижу это фашистское золото сейчас я промою давай вот видишь смотри какая-то голова какая-то голова смотри вот здесь голова и пломба стоит это не наше это какая-то там несколько цифр стоит капец вот это я понимаю промойте андрей кафе слышишь то я так понимаю на сегодня съемки закончены я тебе скажу че едем отмечать мы сейчас еще посмотрим конечно интересно еще там что есть но мы же с промоем подожди уже давай и так то что нам некоторые вот но есть такие люди которые спрашивают а вы не боитесь реально показывать золото качу нам бояться нет я цитирую дословно было написано вы не боитесь что там где вы его выкопали вас закопают на удобрение но я скажу честно что мы для чего работаем смотри и знаешь что если эта часть вот не за что это она не работает смотри видишь на нее нажимаю видишь так вот на нее нажимаю она так не действующие то есть это что-то какая-то че даже не знаю чего это если честно это какой-то кулон что ли был но я сейчас помою специально чтобы никто не сказал а я крупным планом покажу да просто у нас у нас в чем проблематика вот наши артефакты которые мы достаем а многие говорят первое вы работаете у себя на своем озере где ваша какая-то стоит фазента конечно нонсенс бред мы работаем в местах где мы знаем по картам мы сейчас это как я и обещал в конце покажем почему мы работаем по картам почему мы смотрим координаты а то что я сейчас хочу специально промыть и показать что это не какой-то фуфляндия сейчас покажешься на пломбу что пломбы фашистской германии на золото андрей знаешь пока ты промываешь я для наших уважаемых зрителей сделаю акцент что если некоторые поисковики закидывать магнита потом один раз а потом пока 10 находок то у нас непрерывная съемка не у нас есть разное у нас дело то что когда мы работали как правило просто если мы работаем допустим там 10 часов то это никому не интересно смотреть как мы вытаскиваем разный мусор просто в чем самый главный аспект в том что многие поисковики вытаскивают золото на поисковый магнит я сейчас вам покажу просто что происходит а кстати мы еще крючок достали ух ты круто просто не не обратили покажи пожалуйста и почему классно что мы достали что теперь никакой не ребенок не взрослый не пробьет себе ногу этим крючком это тоже очень классно золото оно не магнитится когда поисковики пишут сенсация достал золото на поисковый магнит это просто невозможно потому что оно не магнитится я вам скажу больше того сколько вот мы уже выкапываем достаем золото золото ничем не отличишь если это золото то это золото потом здесь есть ряд пломб специальных вот здесь вот какой-то стоит значок вот и не знаю будет его видно вот здесь вот я стараюсь максимально увеличивать вот как то нужно бревно потом смотри с этой стороны то же самое здесь какая-то голова то ли гитлера даже не знаем а кстати я здесь вижу лицо возможно вот оно такое мелкая мелкая возможно это личное был подарок гитлера кстати к слову поэтому это реально очень интересно вот здесь вот видно вот я вижу вот это лицо здесь вот он находится ну так отблескивает темно лицо но если это конечно будет лично именно именной подарок фюрера нашему генералу которому это будет очень интересно потом конечно мы сейчас те фотографии которые там они некоторые из них размочились мы потом будем их конечно специальный раствор будем их стараться восстановить может быть даже если будет хотя бы там не знаю тридцать тысяч лайков мы вам это покажем и даже сейчас мы откроем кошелек и посмотрим а сейчас давайте положим на бревно и посмотрим действительно крупным планом вот давай с этой с этими отметками с этим красотой гадает с этим с этой головой генерала давайте я просто сейчас покажу нашу находочку крупным планчиком обратите внимание что это 1000 процентное золото без всяких фейков очень широк очень хорошего качества и очень красивая просто на видео к сожалению так не видно не передает всю его красоту с этой стороны мы видим я вижу это лицо и какие-то пломбы гитлер похоже не похоже именно именно я была именно басонусы падает это именно подарок это реально был именно подарок это просто супер крутая находка сейчас мы поедем ее отмечать это однозначно показать кое-что что еще самое главное вот после вот этих многих разных наших когда нас там оскорбляют обижают говорю что мы выдумали с картона вырезали карту и теперь эту карту всем показываем эта карта ничего не вырезана она не магнитится как вы видите она я по ней постучу сейчас слышно что это никакой не кусок глины это фрагмент мы понимаем что мы найдем вторую часть однозначно я покажу это на несколько секунд почему потому что здесь разные объекты разные координаты как я и обещал сказать самое главное что я прошу просто положите можете рассказать экран за сниму вы можете нет я не хочу чтобы его было очень сильно видно я хочу показать и самое главное самое главное что если ты сейчас дашь крупный план на просто то мы с тобой признать на следующий объект и там уже ничего не будет поэтому давай но не все знают тайный код тамплиера дело в том что эта карта фашистского генерала заши фрована тамплиерским кодом благодаря тем знаниям которые есть у меня у нашей команды мы смогли очень долго сидели занимались ну потому что мы сразу поняли как только мы нашли я сейчас просто вот это закрою инициалы потому что фамилию генерала мы пока мы скрываем вот видно обломок что она обломана вот так покажи вот видели видно да что на благо карта обломана я как и всегда покажу вам часть карты ну мне тяжело показать вот так часть карты показы я думаю это видно вот так вот все не можем показать солнце просто можно давай сюда давай с этой стороны закрою вот так вот вниз покажи есть до кусочек я покажу сюда не показывай поэтому когда нам многие пишут и говорят что вы это выдумываете у вас нет никакой карты я говорю что у нас все видео это то что мы снимаем для вас это наши реальные жизненные приключения Поэтому мы всего лишь навсего вам говорим Мы покажем вам, покажем видео, как мы ее расшифровывали Мы сидели целыми днями и ночами не спали, чтобы понять координаты Чтобы понять, но опять же повторяюсь, ее шифрацию Сегодня нам не хватает продолжений Здесь есть подсказка Здесь стоят, я сейчас покажу специально Давай вот сюда, дай приближение, пожалуйста Здесь стоят подсказки Здесь стоят стрелки и стоят три, я их надеюсь видно, да, символа Я не хочу их называть Руку, пожалуйста, убери просто Да, видно, да? Стоят три символа Реальные приключения, реальная карта, реальные сокровища Ставьте нам лайки, будет продолжение И самое главное, что в этом кошельке есть фотографии генерала Опять же таки, мы говорим Я посмотрю, там пачка фотографий Мы их сейчас не достаем, потому что они будут Они уже в кашу верхней превратились, но нижней нормальным Их можно будет раствором обработать, вам показать Поэтому мы говорим вам Мы не попрошайничаем, как некоторые пишут наши друзья, так в кавычках подписчики Мы говорим Это очень классные приключения Это реально интересно Это тяжело забрасывать часами, искать артефакты Искать их в лесах, находить Поэтому ставьте нам лайки, подписывайтесь Будет классное, крутое видео Субтитры сделал DimaTorzok